Наш канал приветствуется! К этому часу мы собрали следующие новости. Анонсирована трансляция Nintendo Indie World. Riot Games празднует первую годовщину Arkane. Алясконтракт-симулятор отложено на неопределенный срок и многое другое. Riot Games анонсировали ряд мероприятий в честь годовщины сериала Arkane. Так, сегодня пройдет AMA-сессия с авторами сериала на Reddit. 9 ноября обещают некий сюрприз. 16 ноября пройдет коллаборация с Rock Love Jewelry. И 18 ноября должен выйти ремикс неизвестного трека. Издатель Focus Entertainment и студия The Parasite выпустили свежий трейлер приключенческой фэнтези игры от первого лица Black Tail. В нем напомнили сюжетную завязку, по которой молодая девушка Яга отправляется на поиски пропавшей сестры, а также показали часть геймплейных особенностей. Так героиня сможет собирать материалы преследования мира, использовать их для создания различных видов стрел и зелий, улучшающих навыки. В путешествии она будет находить различные секреты, забытые воспоминания и рецепты. Помимо этого ей могут встречаться различные существа NPC. Выбор в диалогах будет оказывать влияние на окружающий мир и стиль геймплея. Выход Black Tail запланирован на 15 декабря. Авторы полнометражного аниме Судзуме закрывает двери опубликовали свежий тизер. В нем показали несколько новых моментов из грядущей ленты, а также напомнили, что ее премьера должна состояться уже 11 ноября. Разработчики ProlHala объявили о коллаборации с мультсериалом «Аватар. Легенда об Аанге». Так, в рамках кроссовера платформерам файтинги появятся Аанг, Зука и Тоф. Старт события ожидается 16 ноября. Организаторы мероприятия PC Gaming Show анонсировали трансляцию. Она начнется 17 ноября в 21 час по московскому времени. Зрителям обещают показать Kerbal Space Program 2, Shadows of Doubt, The Great War Western Front и другие проекты. Некоторые из них еще не демонстрировались, а какие-то должны выйти в следующем году. Netflix выпустили полноценный трейлер сиквела ленты «Достать ножи» с подзаголовком «Секлянная луковица». В ролике показали основную сюжетную завязку. Согласно ей, технологический магнат Майлз Брон устраивает вечеринку на греческом острове, однако все заканчивается загадочным убийством одного из его друзей. Премьера картины должна состояться 23 ноября. На стриминговом сервисе она станет доступна 23 декабря. Game Incubator представили новый проект под названием Animal Trainer Simulator. По задумке авторов, пользователям предстоит открыть собственный тренировочный центр, в котором можно дрессировать различные виды животных – от собак до лошадей. Дата выхода пока не сообщается. Известно лишь, что на 2023 год в Steam запланирована демо-версия симулятора. Nintendo анонсировала шоу Nintendo Indie World, посвященное небольшим и независимым играм для гибридной консоли Switch. Мероприятие пройдет 9 ноября в 20 часов по московскому времени и, как обещает компания, продлится около 25 минут. Рот-студию объявили о переносе даты релиза а-ля с контракт-симулятор, которая должна была появиться 7 декабря. По словам разработчиков, причиной такого решения стала Movie Games, не предоставившая данные о маркетинговой стратегии вовремя, из-за чего студия не сможет завершить производство вовремя. Новую дату релиза назовут только после переговоров с издательством. Стоит отметить, что сама Movie Games в ответ опубликовала следующий пост. «Мы с беспокойством приняли отчет ESPI Road Studio SA о переносе даты выхода а-ля с контракт-симулятор на неустановленное время. Обратите внимание, что в четверг мы запросили у компании золотую мастер-версию, которая позволила бы подготовить премьеру, однако ответы на запрос так и не получили». Netflix совместно с канадской The Coalition займутся производством ряда экранизаций серии шутеров Gears of War. Информация появилась на странице стримингового сервиса в Twitter. Как обещается, в первую очередь выйдет художественный фильм, а после появится мультипликационный сериал для взрослой аудитории. В случае успеха названных проектов могут выйти и другие. По франшизе «Детектив Конан» анонсировано 26-е полнометражное аниме. Подробностей о нем пока немного. Известно лишь, что авторы планируют выпустить его в 2023 году в период с 29 апреля по 5 мая. Вместе с этим был представлен дебютный ролик ленты. В сеть слили предполагаемый заключительный ролик Call of Duty Warzone 2. Видео появилось на странице пользователя Call of Duty Leaks в Twitter. Он отмечает, что опубликованный материал – это победная заставка из конца матча. Разработчики информацию пока никак не прокомментировали. Релиз шутера должен состояться 16 ноября. Создатели экшен-рогалика Call of Duty Leaks выпустили 4-минутное анимационное видео под названием Call of Duty Reanimated. В описании на YouTube авторы поинтересовались, хотели бы пользователи увидеть полноценный мультсериал по проекту. Также на своей странице в Twitter издатель Devolver Digital написал короткий пост, цитата. «Мы слышали, что некоторые из вас хотели бы увидеть мультсериал по мотивам Call of Duty Leaks. Никакой другой информации пока нет». Разработчики Marvel's Midnight Suns запустили коллаборацию с мобильной Marvel Strike Force. Так до 23 декабря игроки могут забрать костюм в Midnight Suns The Heroine Magic, заходя в игру в течение недели. А со 2 декабря в Marvel's Midnight Suns появится облик Bleeding Edge для Железного Человека. Подробности о том, как его получить, обещают раскрыть позже. Благодарим за просмотр! Надеемся, вам понравилась свежая подборка новостей. Если да, то оставляйте мнение о ней в комментариях. Также не забывайте заходить к нам в Telegram и TikTok. Ссылки на них в описании под роликом. Спасибо!